Такую картину я обнаружила сегодня утром. Наши друзья, которые не всегда друзья, так вот дружно лежат и отдыхают. Не волнуйтесь, подстелка полностью чистая и новая. Они ждут свой завтрак нагло. Только что я помыла полы, поэтому все их игрушки скомканы. Зайки, Ярела, Тиффани. Они до сих пор усталые с прошлой прогулки. Как вам мой новый лимонно-банановый маникюрчик? Осталось только загореть, потому что на бледной коже это выглядит как-то очень-очень вульгарно. И вот такой вот педикюр у меня, барби розовый. Сочетания меня радуют. Тем более на контрасте такого пасмурного, дождливого дня в Нью-Йорке. Но мне кажется, неплохо. Всем приветик! Пришли мы только что из магазина продуктового прикупить кое-что, чего у нас закончилось. Давно я не показывала свои уловы продуктовые. Сейчас у нас дождик, очень такая пасмурная погода, уловьи все такие кучерявые-кучерявые. Итак, пройдем на кухню и посмотрим. Кстати, хочу рассказать о таком моменте, который я давно уже заметила. Живя среди таких бизнес-женщин, которые покупают все очень помалу, они не готовят. И мне кажется, у всех какой-то такой конкурс, у кого что в каталке, в супермаркете. И когда вы идете и встаете в очередь, все в вашу каталку смотрят, и мне кажется, они чувствуют себя лучше и на высоте, если у них более такая каталка с более полезной пищей. Как я, по-моему, уже не раз рассказывала, что в Манхэттене, тем более, женщина питается очень так, определенно. Обычно диета состоит из йогурта, хумус, какие-то уже готовые нарезанные овощи для ленивых, потому что, ну, раз зарабатываешь деньги, нет времени стругать свой сельдерей и чистить морковку. Поэтому все уже у вас порезано аккуратненько. Что они еще кушают? Могут купить яблоки, могут купить какие-то салатные листья, могут купить какой-то попкорн без лишней соли, какие-то там сухарики тоже без никаких особо специй. Покупают они воду. Как правило, фирменную на воде должно быть какое-то такое дорогое название. Хотя она на самом деле такая обычная рудниковая вода, которая стоит в 10 раз дороже из-за какого-то имени. Что же еще они? Обязательно морковочка, такая мини-морковочка, вы знаете, о чем я. Как правило, включено в их каталку миндальное молоко, которое у меня сейчас в холодильнике, я начала его пить. Не скажу, что оно мне очень сильно нравится, но говорят, что оно полезное, оно малокалорийное. Почитайте вещи о нем. Действительно, сейчас вообще просто очень-очень модно в Америке пить это миндальное молоко. В Америке также, если покупают молочные изделия, это совсем не такие изделия, как и в Европе. Здесь, как правило, покупают люди молоко самое-самое-самое обезжиренное. Оно чем-то по вкусу напоминает обычную воду, в нем ничего похожего нет на молоко. Сметана здесь тоже такая разбавленная, какая-то водяная. И если женщина уже покупает что-то, в свою каталку койдет, то это уже обязательно какие-то супер обезжиренные вещи. Обязательно разные такие вот бары, такие бруски. Сейчас покажу. Обязательно почти во всех женских каталках есть вот такие вот бары спортивные. Я не знаю, как это, в английском это бар. Такой брусок, да, наверное, брусок такой белковый какой-то. Не знаю, вы поняли, вот такие вот штуки продаются. Дальше, конечно же, орехи и что еще? Ну, вот примерно такое, брокколи. Короче, только что мою каталку две женщины очень-очень серьезно критиковали. Это было видно по их взгляду. Так вот они прямо вонзились своим взглядом, и было смешно наблюдать. Ну, и так, поехали. Купила я две таких упаковки курицы. На самом деле для ленивых, потому что времени у меня не особо много. И мариновать... Особенно... Особо я готовить сильно не очень люблю. Я готовлю только из-за того, что мужчина все время голоден. Если бы не он, я бы, честно говоря, жила бы на сухарях, на кусочках сыра, на чае и на фруктах. Это именно мое вот такая вот фруктовая корзина и овощи, и какой-то там кусочек сухарика с чем-то. Мне совершенно такие вот не нужны постоянные блюда. Я совершенно не такой человек, который любит особо этим заниматься. Поэтому купила я уже маринованные такие вот куриные ножки. Потому что не хочу я сначала это все мариновать пару часов, потом возвращаться к этому. Короче, спасибо тем, которые уже за меня это сделали. Купила я на сэндвичи, по сквале, на бутерброды, разные там мяса. Типа ветчина, типа курица, типа еще что-то. Дальше купила я персики. Наконец-то сезон. Хотя, мне кажется, они не спелые, но там все только такие были в магазине. Они супер твердые. Купила я, потому что я сейчас хочу перекусить. Давно, очень давно я не покупала такие креветки, которые уже готовые. Которые вы можете просто окунуть в такой вкуснякский, такой томатный соус, который называется маринара. Давно, давно не покупала. Наверное, ну, года два как минимум. Почему-то аппетитно они смотрелись. Свежие они выглядят. И будем надеяться, что никаких-то там маленьких какашек, как обычно, не будет. Купила я этот самый, как же он называется? Купила я апельсиновый сок больному подсквальчику. Из него я буду... Его я добавлять буду в смутри ему какие-то фруктовые, как базу. Купила я маленькие такие вот мундирки красненькие. Я думаю, что к курице как раз, которую я вам показывала, будет очень-очень. Купила я яйца какие-то более натуральные, потому что обычно я покупаю ненатуральные по сквалю. Он не любит какие-то там более полезные. Вот, я хочу отварить всю упаковку, чтобы у меня в холодильнике были все... Вся корзина крутых готовых уже яиц. Если голоден, очень рекомендую. Я отвариваю сразу все. Купила я миндальки. Такие вкусненькие. Закончился у меня кефирчик. Купила я обычный кефир, который тоже, из которого я буду делать смутри. Я добавляю или фрукты, или даже иногда и овощи. И все смешиваю в блендере, и получается неплохо. Я извиняюсь, собаки гавкают. Сейчас час пик такой, что все приходят, возвращаются обратно с работы домой. И они реагируют на звук. Тихо. Короче, недавно я попала случайно в один магазин для жителей Америки. Вы знаете, он называется Target. Я знаю, что многие в русскоговорящих странах слышали о нем. Потому что очень часто показывают на ютубе разные покупки. Target это, наверное, типа Шан. Я не знаю, если в Ашане продается одежда. В Target она продается. И косметика, и парфюмерия, и прочее. И вы, наверное, неоднократно видели американцев, как они показывают свои уловы из Target. Короче, посмотрела я. Также у них очень-очень много еды. Очень много. И мне просто стало... Я всегда знала, что там намного дешевле. Но я забыла, насколько. И просто туда попасть нереально. У нас машина очень далеко. Паскваль ее вообще не берет. Это проблематично. И на самом деле у нас даже холодильник не такой большой. Он может быть на вид большой, но в него вообще ничего не влазит. Поэтому цены на 60% дешевле, чем во всех моих магазинах. Мне было очень неприятно. Но неважно. Ты что? Ты Бармалей? Купила я вот такие вот вафли. Не знаю, как это по-русски. Бельгийские вафли. Белджиолин вафли. Да, вафли. В тостер кладем. Жарим яйцо. Вот чисто такой американский завтрак мужчине я сделаю. Они уже с черникой. Купила я хлеб на бутербродики. Пасквальчик все время просит мороженое. Я купила более такое полезное. Это на самом деле не мороженое, а сорбей. Сорбей это не щербер. Щербер по-русски что-то другое. Сорбей это такое как бы замороженная фруктовая масса, типа смудри. Только он чуть-чуть более плотнее. И здесь вот такая вот штука кокоса. Чем-то напоминает текстуру замороженного йогурта. Ну, вот такая вот интересная штука. Помидорки. Такие в салатик. Вот и все. Прикупила просто все то, что у меня как бы закончилось. И сейчас это все мы будем убирать. Джаванечку будем кормить. Иди, Диарелла. Молодец, Диарелла. Диарелла, у нее привычка ложиться все время. Как только я новую пустилю, вот она любит на нее лечь. Почему, не знаем. Какая вкуснотища. Этот соус просто... Во-первых, они действительно свежие. Но этот соус, я хочу вам сказать, матрешечки, очень-очень вкусный. Он не только томатный, в него еще добавлены хрена, еще какая-то хренотень. Вкусно. Вкусно-вкусно. Советую всем. Я думаю, он продается такая вот... Такой ассортимент во многих уже магазинах. Заинтересованные лица прибежали. Но это я тебе не дам. Я тебе дам. Что-нибудь повкуснее. Всем привет. Собираю я пасквальчика на работу. Не всегда я такая хорошая. Только когда есть возможность. В последнее время я это делаю каждый день. Потому что возможность есть. И сделала я ему кофе в его чашечке. Пэ. Это не Р, а Пэ, паскваль. Кофе со сливками. Здесь, поскольку он выздоравливает, но еще он не здоров полностью, я ему налила такой вот зеленый сок. Сейчас все американцы, не знаю как в других странах, помешаны вообще на этих зеленых смутей. Здесь, что же здесь включено? И банан, и манго, и какие-то киви, и яблоки, и ананасы, и какие-то зелень. Сейчас я вам покажу. Очень много здесь ингредиентов. Не знаю, насколько это с телефона сейчас-сейчас. Короче, я посмотрю и переведу вам. Спирулина, не знаю, как это перевести. Шпинат, брокколи, парслы. Это, по-моему, не укроп, а как же он называется? Петрушка, потом имбирь, чеснок и какой-то синие и голубые водоросли. Вот такая вот интересная штука. Единственное, что мне в ней не нравится, в ней очень много сахара. Хоть он и не добавлен, но все равно очень такой приторный напиток. Но мне кажется, ему экстра витамины не помешают. И сделала я таких два сэндвича. Он уходит очень рано, приходит он очень поздно, а на ланч, на обед он уходит тоже поздно. Поэтому это его как бы единственная возможность закрепиться на день. Часто меня кто-то спрашивал, не помню кто, что я ему делаю на завтрак. Или овсяную кашу, которую я вам показывала много раз. Или же я делаю сэндвичи с яйцом, которые я сейчас не сделала. Просто я здесь настругала какие-то тут мясо и авокадо, кстати. И сыр, он очень любит сыр, так же как и мы всем в этом семействе. Что еще? Я ему делаю кашки, малашки, сэндвичи, яичницы он очень любит. Вот такое вот. Тиванечка решил усердно поработать утром. Я кое-кому купила подарок. Он мне помогает его заворачивать. Ой, как он трудится. Не волнуйтесь, он не ест бумагу, он ее выплевывает. И оставляет мне целый урожай жжевыми бумаги. Все дорогие игрушки, которые я ему покупаю, ему не нравятся. Зато вот такая прелесть, пожалуйста. Занятия на целый день. Спасибо, Деванечка, за твои усердия. Сейчас почти 6 вечера. Очень-очень солнечно, хорошая погода, жарко. Не знаю даже, как перевести градусы. Сейчас 80 градусов по Фаренгейту. Я иду... Давно я хотела это сделать. Сейчас сниму очки, они красиво, да. Давно я хотела пойти по мосту. Очень такому... Он не самый красивый мост, но длинный мост и мне достаточно. Хочу просто прогуляться, посмотреть какие-то пейзажи нью-йоркские. Возьму вас с собой на прогулку. Никогда не была там. И посмотрим в качестве такой, знаете, прогулки и жиросжигательной такой нагрузки. Мы пошли. Увидимся. Намасту. Намасту. Ух, жарко, душно. Ух, жарко, душно. Ух, жарко, душно. Если честно, я чуть-чуть разочарована. Я думала, что если я перейду этот мост, где-то сейчас пройдет поезд. Короче, я думала, что если я перейду этот мост, меня будет ждать какой-то там волшебный изумрудный город. Ничего подобного. Какая-то грязная часть города. С трим-клубами. Какое-то все ужасное, убогое. Так, мы пошли обратно. Вот идет поезд. Мы пошли обратно. Уже виден закат. Нет, не закат. Восход. Как бы это сказалось. Когда солнце заходит. Уже время 7 вечера. Не знаю, насколько будет меня слышно. Хочу вам объяснить вообще, где мы. Вот это слева, это Манхэттен. Здесь, это остров Рузвельт называется, как президент Рузвельт. Рузвельт-остров. Раньше он был вообще ужасный. И для очень таких больных людей. Сейчас его перестроили. И теперь такие построили, как на минимум, для рабочего класса, у которых есть чуть-чуть больше денег. После этого опять река. И это уже Куинс. Часть Нью-Йорка. Вот так вот. Интересно, да? Здесь другая сторона моста. Где машины. А по другую сторону, вот здесь, кстати. Сверху уходит воин. Едет воин. Спасибо. 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 Спасибо.